Итак, друзья, продолжаем осваивать октябрь CMS и в этом видео мы научимся работать с AJAX-запросами, средствами самой CMS. Для того, чтобы активировать такую возможность, нам на самой странице потребуется подключить библиотеку CMS для осуществления данной работы AJAX. Это делается очень просто, с помощью вот такой волшебной строчки. Такую строку проще всего добавить в layout, как я и сделал в нашем тестовом layout, я в самом низу добавил. Ну, либо если вам повсюду эта строчка не нужна, а нужна на какой-то определенной странице, то, соответственно, это можно в любом месте самой страницы эту строчку добавить. Тем самым мы подключим библиотеку для осуществления работы с AJAX-запросами CMS. Далее мы создадим тестовую страничку, в которой мы будем осуществлять AJAX-запросы, но для этого сначала в нашем partial-се меню мы добавим ссылку на данную страничку. Страничка будет у нас называться Calc. И мы осуществим, собственно, то, что уже как бы у нас по умолчанию тестовая есть. Это калькулятор, AJAX-калькулятор, но мы сейчас его воспроизведем своими руками. Теперь давайте создадим саму эту страничку. Переходим в Pages, добавляем новую страничку. Называться она у нас будет Calc и находиться по адресу Calc. Лайаут мы укажем наш свой тест-лайаут. Давайте заполним ее кодом. Пока это будет только HTML-код. Итак, что мы здесь видим? Заголовок. Далее идет у нас форма, в которой есть два замечательных параметра. Это DataRequest. Здесь у нас будет имя функции onText. Test onTest. Мы ее создадим вскоре. Далее следующий параметр DataRequestUpdate. Что это означает? DataRequest, как уже ясно из названия, это то, откуда мы будем обращаться, чтобы получить AJAX-данные. То есть какие-то данные мы туда, в эту функцию будем передавать. Соответственно, данная функция нам что-то будет возвращать. И данная функция это onTest функция, PHP функция. И именно туда наша форма будет отправлять пост запросам данные с текущей формы. И соответственно, когда данная функция onTest нам что-то вернет, то следующим параметром DataRequestUpdate мы говорим, какой HTML-блок нам нужно обновить. Здесь мы указываем первым параметром нашу partial и указываем идентификатор, куда нам следует положить определенные данные. Как мы видим ниже, вот здесь, в самом низу, у нас идет подключение partial, который именуется точно так же, calcress, как и здесь. То есть здесь мы как раз этот partial и указываем, то что именно в нем мы будем производить обновление. Далее у нас идут поля нашего калькулятора, это поле input, затем выпадающий список операций, плюс-минус умножить разделить, еще одно поле input и затем кнопочка TypeSubmit, с помощью которой мы будем делать AJAX запрос. Теперь давайте создадим наш новый partial calcress. Для этого перейдем в меню partials, добавим add, назовем calcress и заполним следующим кодом. Если у нас переменная answare существует и что-то она у нас имеет, то соответственно мы будем вводить вот этот блок кода, в который мы и выведем значение переменной answare. В противном случае мы выведем вот этот блок кода, в котором просто-напросто напишем то, что чтобы получить, что-то получить в нашем калькуляторе, нужно нажать на кнопочку равенства. А кнопочка равенства, как вы помните, это как раз у нас buttonSubmit. Итак, сохранили. С HTML кодом у нас все ясно, все понятно. Теперь нам осталось написать функцию, которая будет обрабатывать нашу операцию подсчета. Переходим на страничку calc. И здесь мы видим вот этот блок markup, это как раз наш HTML блок. И есть у нас блок код. Переходим в блок код и здесь мы напишем нашу функцию onTest. Вот наша функция onTest. Что она делает? Принимаем в переменную value1 пост параметр value1. В value2 берем пост параметр value2. Точно так же заполняем operation из пост запроса. И с помощью простого switch мы выполняем математическую операцию, которая от нас требуется. Результат выполнения мы помещаем в переменную thisAnswer. И как вы помните, мы уже в самом шаблоне обращаемся не thisAnswer, а просто answer. Итак, давайте сохранимся и посмотрим, что у нас получилось. Нажимаем preview. Переходим на страницу калькулятора. Так, давайте здесь напишем единичка. Здесь напишем двойка. Единица плюс два. Нажимаем на равенство. Ушел запрос и получили результат. Три. Три у нас равно, да? Сделаем минус. Минус один. Давайте посмотрим исходный код страницы. Так, и здесь мы в самом низу, если прокрутим, мы увидим то, что, как вы помните, вот эта строка, это у нас подключился jQuery. И вот наш AJAX Framework подключился. То есть, родная библиотека октября для вот таких операций. AJAX операций. Давайте еще раз приближимся по тем изменениям, которые мы сделали, потому что изменений было много, чтобы у нас сложилось четкое понимание, что мы вообще делали. Итак, первым делом мы в нашем лояуте добавили нашу библиотеку октября таким вот способом. Указали то, что мы добавляем фреймворк. И это наш фреймворк для работы с AJAX. Причем без знаний JS, без самого JS. Ну, не без знаний, но без самого JS, скажем так. JS мы не использовали, знания нужны. Итак, далее мы в меню сделали нашу страничку, чтобы с главной страницы мы могли перейти на страницу калькулятора. Затем мы создали страничку калькулятора. Заполнили ее HTML-кодом. В форме мы указали два новых параметра октября. Это DataRequest и DataRequestUpdate. DataRequestUpdate нам говорит, с помощью какой функции мы будем получать данные, обрабатывать данные, отправленные данной формой. И куда эти данные мы потом будем вставлять. Говорим с помощью в параметре DataRequestUpdate. В DataRequestUpdate мы сначала указываем наш паршл и затем идентификатор. Собственно, внизу мы подключаем наш паршл. Вот он, calcress. И вот он наш идентификатор result. Также мы создали наш этот паршл. Вот он, calcress. И здесь мы проверяем переменную answer. Перемена answer, как вы помните, она у нас создавалась. Вот здесь в блоке кода. Вот здесь мы ее и создавали, когда выполняли операцию, математическую операцию. После ее выполнения, соответственно, страница получала определенные данные и уже передавала ее сюда. Это делает за нас CMS-овский фреймворк, AJAX-фреймворк. И если answer у нас инициализирован, то мы выводим его на экран. Результат выполнения функции onTest, функции калькулятора. В противном случае, если не инициализировано, если мы только пришли на страничку, то мы сообщаем, что для того, чтобы все у нас заработало, нужно нажать на кнопочку равенства. Спасибо за просмотр. С вами был Дмитрий Афанасьев. Продолжение следует...